Сначала показали себя в республике, потом вышли на столичную сцену. Детский духовой оркестр «Виват» впервые выступил перед чебоксарской публикой в ДК имени Хузангая вместе с профессиональными музыкантами. Духовая музыка Детский духовой музыки собрал как профессиональных исполнителей, так и совсем юных. Детский духовой оркестр «Виват» был создан в Чебоксарской музыкальной школе номер два. Но в составе исполнителей не юные музыканты, а кадеты, которые совсем недавно увидели инструменты и познакомились с нотной грамотой. Сейчас в коллективе 20 ребят, которые играют на флейтах, трубах, саксофонах, тромбонах. В оркестре представлены все инструменты духовой группы. В нашем оркестре дети из четырех детских классов с школы номер 47 в городе Чебоксары. Из моего личного класса только четыре человека. Предложили, кто хочет играть, и кто пришел, кто остался. Так и сформировался оркестр. Оркестр наш «Виват» был создан всего год назад, в 2016 году. И надо сказать, что нас администрация города очень поддержала в этом начинании. Выделила нам огромную по нашим временам сумму денег. Это порядка 600 тысяч на новые инструменты. В течение года с кадетами занимался руководитель оркестра Дмитрий Погодин. Признается, времени было мало, но результат уже есть. Последние два месяца ребята ездили по республике с концертами. Выступали перед такими же, как они, школьниками. А еще в этом году детский оркестр получил грант главы Чувашии. На 100 тысяч рублей юным музыкантам сшили костюмы, в которых ребята впервые сегодня вышли на сцену. Дети с энтузиазмом занимаются. Тем более, сейчас искусство духового оркестра, получается, немножко позабытое оказалось. Мы вроде пытаемся возродить. И дети, естественно, потянулись к этому. Кажется, это даже очень интересно бывает. Вопросы сохранения и развития духового инструментального исполнительства обсуждаются сейчас и на федеральном уровне. Остро стоит необходимость создания электронной нотной библиотеки и подготовки будущих духовиков. Проект по республике с оркестром прежде всего создан для того, чтобы вызвать у детей, сидящих в зале, интерес к духовой музыке. Ирина Ромадова, Оксана Баскакова, Никита Углев. Вести Чебоксары.